Вот от этого места нет полностью позвоночника и нет печени. Вот съеден участок спины, и все эти печени съедены. А шкура целая. Если в первых случаях нападение хищник лишь прокусывал зубами животных и птиц, то этой ночью он просто разорвал несчастных кроликов. Хозяин подворья Владимир Брюханов никакого подозрительного шума не услышал. Обнаружил следы непрошенного гостя только утром. Зверь открыл клетку, на ней остались следы зубов и когтей и шерсть, клоки которой значительно длиннее, чем у кроликов. Всех из клеток вытащило, и вот сюда рядом сложило всех. Напомним, в середине июля зверь уже наведывался в Бугучаны. Тогда он уничтожил практически все поголовье кроликов. Из 40 в живых осталось только 3. 37 кроликов выложил. Все надкушены и лежат. Ты понимаешь? А зубы чьи? Ну вот надкус есть, кровь выпита и все. Но на этом история не закончилась. Спустя две недели непрошенный гость совершил свой визит в соседнее хозяйство. Живых не осталось ни одной курицы. Местные жители считают, зверь сильный. Это видно по изогнутым дверям и следам когтей. Как и в предыдущих случаях, хищник напал на хозяйство, которое расположено недалеко от лесной зоны. Местные жители спорят, что же это за зверь. Собака так никак не выломает дверь. А медведь? Ну медведь бы не пришел, потому что собаки лают. И он бы все разворотил? Он бы все разворотил. И потом бы он утащил хоть одного кролика. А то все кролики целые, все надкушенные. И все лежат. Все сложены в ряд, как человека. Те из них, кто не склонен к мистике, считают это, скорее всего, росомаха. Мы решили узнать компетентное мнение и позвонили в Министерство природных ресурсов и экологии края. Скорее всего, это представители куньих могут оставлять такие следы и повреждения на животных. Это может быть и хорек, и соболь, и ласка. Ну а то, что касается повреждений помещений, там было омывание дверей. Надо смотреть, тут, конечно, более свойственно более крупному зверю, это росомаха. Если это недалеко от населенного пункта, может быть хорь. Но если рядом речка, может быть норка. У нас завезена была в Россию норка американская. Она заселена была в Сибирь и достаточно далеко по Енисею, туда, до Таруханского района. Она крупнее. Она вот примерно с размером кошки. Ну и уж самый невероятный случай, инотовидная собака. Ее ареал вот только Дальний Восток. Ее взяли и тоже начали расселять. За ней ходит такая дурная слава, что она все подчищает. Она и не боязливая, может даже залезть куда-то вот к человеку. Как сообщили в Минприроды, в Богучану уже отправили специалиста, который займется наблюдением местности. И будут установлены видеофиксаторы, чтобы точно узнать, кто повадился разорять богучанские подворья. Дина Володина, новости.